Всем привет! С вами снова Настя и вы находитесь на канале Анско Лайнен. В сегодняшнем видео я вам расскажу о самом уродливой скульптуре в мире, потому что именно она занимала все почетные места в таких вот хит-парадах. Ну что ж, давайте разберемся, что же это за свиноутка. Свиноутка это скрещение марципановой свиньи и обычной резиновой утки. А это такой небольшой протест ГМО. То есть вы сами понимаете, что даже эту свинью называли гибридом. Эту свиноутку заказал фонд про культура как часть города, турку города скульптур. Длина 7,5 метров, ширина 4,35, а высота целых 5 метров. И изготовлена эта скульптура из армированного пластика, который подкреплен сталью. Гулешен придумал идею об свиноутке, когда увидел в магазине Лондона Warner Brothers. Большие такие скульптуры. Один из них был Багс Банни, герой мультфильмов и комиксов, такой находчивый. И немного благородный кролик. Свиноутка изготовилась уже в 1999 году. Но первый раз свиноутку можно было увидеть на речке Аурайоки. Она, представляете, там плавала. Вот такая большая. Да-да-да. И только потом ее перенесли на место, где сейчас она и находится. То есть возле спа-отеля Карибия. Возле улицы Хельсингингату. Во время Рождества на эту утку надевают гномичью шапку. А на Вальпургееву ночь ей надевают фуражку. Она теперь приветствует всех путешественников. Вообще всех въезжающих со стороны Хельсики в город Турку. Утомляя их воображение и чувство юмора. К сожалению, эту свинью называли каким-то розовым уродцем. Что свинья эта подходит больше в какой-нибудь лунопарк. Но не только не в общественное место. Мое мнение об этой свинье такое... Я думаю, что вы уже поняли, что мне очень сильно нравится эта свиноутка. И я абсолютно не понимаю, как она вошла в памятники. Самые уродливые памятники. Скорее всего, я бы дала ей титул самого милого. Милого памятника в мире. Что ж, ребята, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. С вами была Настя. И пока-пока.